Нас отправили на фронт, мы прибыли, Креманчук на Украине поймал, где на берегу Днепр, а там стрельба, там бомбежка. 300-я стрелковая дивизия, она, конечно же, оказалась в самом пекле, это самые первые граждане Советского Союза, которые столкнулись с агрессией. Вот эта 20-летняя молодежь, ой, все там остались, ужас. Многие бойцы, участвующие в боях против фашистско-немецких захватчиков, то есть в Великой Отечественной войне, получают приказ от командования об участии в боях с японцами. Многие, проезжая из своей дома, конечно же, даже не могли выйти из вагонов, встретиться со своими родными и близкими. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я учил техникум педагогическим, вот где-то, так, сейчас госпиталь на Гагарина. Кончить, значит, не дали, тогда не так, как сейчас отстрочка давали, никаких давали. Ну, люди знали, в верхах Москвы знали, наверное, будет скоро война, надо готовиться. В 41-м году у нас было окончание военного училища, Новосибирск, 10 июня. Нас садили, обули, на направлении, на запад, распоряжение Харковского военного округа. Я был не один, в пассажирском поезде несколько вагонов было, неполный ешелон. А утром прибыли в Харков, погода была хорошая, варковали, в голове, красотища, там была богата, на Украине жили, да. Нам говорят, война началась. Георгий Хасанов, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер Орденов Отечественной войны Первой степени и Красной звезды. Окончил Новосибирское военно-пехотное училище, командовал взводом на Юго-Западном фронте, был дважды ранен. После длительного лечения в госпитале вернулся в строй, воевал с японцами на Втором Дальневосточном фронте. Немцы бомбят Киев, Житомир на Западе, что творится и так далее, и так далее. Через месяц, там, понимаете, ночью, хорошо помню, 31 июля, тогда передвижение войск, все это было ночью, днем Лиза бомбили, нас отправили, значит, на фронт. Мы прибыли, я не знаю, Кременчук на Украине, понимаете, где-то на берегу Днепра, вот, знаете, а там стрельба, там бомбежка, днем и ночью горели все деревни и города, днем и ночью, понимаете, черные, значит, днем и ночью, понимаете, черные, значит, веселье над нашей родничей. Мало это страшно, а кто говорит не страшно на войне, конечно, они ничего не знают о войне, говорят. Считалось, что Германия не нападет до тех пор, пока с Великобританией не разберется, да, когда становится абсолютно ясно, что Великобритания отодвигается на второй план, она на первый план выходит, проблема с Советским Союзом для Германии, и она передислоцирует свои войска на западную границу Советского Союза, то, естественно, здесь Советский Союз, как ответный шаг, начинает передислокацию своих вооруженных сил. Поэтому, естественно, что большая часть выпускников 1941 года военных училищ, они направлялись уже непосредственно на западную границу, и вот в частности выпускники Новосибирского военного училища, они тоже были передислоцированы именно на западную границу. Ну а так как на определенном этапе возобладала точка зрения Иосифа Виссарионовича о том, что основной удар будет нанесен на юго-западе страны, на Украине с целью захватить зерновые районы Украины, сырьевые районы потом Кавказа, основной упор на формирование воинских подразделений был сделан именно на Киевский военный округ. Именно здесь была дислоцирована вот эта 300-я стрелковая дивизия. Она в основном контролировала территорию, участвовала в боях вот по Днепру. Значительный процент, если мы возьмем в совокупности от всей войны потерь, они, конечно, приходятся на эти первые месяцы войны. Естественно, что именно 300-я стрелковая дивизия, она, конечно же, оказалась в самом пекле. Это самые первые граждане Советского Союза, которые столкнулись с агрессией Германии и, соответственно, взяли на себя тяжесть первого удара. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пехоту нам придавали на нашем распоряжении как начальник, командир, орудие. Мало было техники. Самолетов тоже было, тут мало первых. Потом пошли вожды луч. Вот эта 20-летняя молодежь, ой, все там остались, ужас. А потом пошли вот это, больше старших уже могли жевать. Когда второй раз ранен, был, значит, в лесу, совершенный один, боевлюда затихли, стреляет. Лежу, понимаете, что-то, думаю, вот-вот-вот, и что ты делаешь, понимаете? Немцы сейчас захватят меня, понимаете? Штолет был, самому себе, понимаете, не решился. Ну, откуда-то двое, понимаете, подошли ко мне, схватили, и здесь я, давайте быстрее, понимаете? Я был лейтенантом, до берега давайте там, а-то ждет, переправляться там, и все. А там шумят уже, понимаете, уже немцы, наверное, уже было это. Вот за это, значит, мне давали Красную Звезду, там, орден. Орден Красной Звезды был отчужден в 30-м году, и этот орден отличается тем, что уже награждали им за какие-то успехи в боях, за мужество, за отвагу, за личную, за боевые успехи на поле боя, но уже награждали более часто военнослужащих в ходе Великой Отечественной войны. Орден Отечественной войны первой степени награждали солдаты, начальствующий состав Красной Армии, военно-морской флот, и более того, они награждались за конкретные подвиги. То есть там были прописаны все боевые события, за какие нужно награждать подобным орденом. И, конечно, этот орден ценился и уважался нашими бойцами в первую очередь. Ну, собственно говоря, не за медали же, наверное, сражались наши деды. Наши деды сражались именно за победу, сражались за то, чтобы быстрее война закончилась. Ну, а медали, наверное, уже каким-то образом отличали наших ветеранов, наших участников Великой Отечественной войны, отмечали их за то, что они проявляли себя в боях. После госпиталя долгое лечение, понимаете, полгода лежал, операции делали несколько раз, у меня нога была переберет, грудная клетка, эвакуировали нас, в Томске лежал последний, оттуда выписывался. И какое бы вооружение ни было, да, и какая бы защита ни была, все равно людские потери – это то, что неизбежно сопровождает войну. И естественно, что здесь встает задача, ну, она вот такая многогранная – сохранять эти людские ресурсы, восполнять эти ресурсы. И естественно, что в этом смысле была выстроена очень такая четкая система оказания медицинской помощи. Дивизионные санчасти, да, там армейские, и, собственно говоря, тыловые госпитали начинают разворачиваться уже практически в первые годы войны. Надо сказать, что медицинские учреждения, медицинские учебные заведения из Центральной России, из тех зон, которые, вероятнее всего, могли бы подвергнуты оккупации, они перемещались на восток, и вместе с ними, естественно, создавалась эта система военных госпиталей, которые разворачивались ну вот по тыловой части Советского Союза. В префронтовой зоне и в армейских там госпиталях там в основном оставались те, чьи ранения можно было вылечить там в течение какого-то короткого срока. Все те, кто нуждался в более длительном и основательном лечении, естественно, они отправлялись в тыл. И естественно, что здесь на первых этапах войны большая часть госпиталей, которые создавались на территории Западной, например, Сибири, в основном носили хирургический характер. То есть это сложные хирургические операции, это вот именно хирургическая помощь, в основном это там более 70% это потери конечностей, потом уже там ранения грудь, голова и так далее. Телуэра я работал, готовили людей на фронт, а потом это нас направили на восток, в город Комсомонск на море, там был 35-й опрос, отдельный полк резерва в Сибирьском составе. 9 августа, как вы знаете, в 45-м году там началась война с Афонией, до Хармина дошли. Бои были очень кровопролитные, и, собственно говоря, с самого начала войны Япония ожидала отмашки от Германии о вступлении в бои против Советского Союза. Надо сказать, что 2-й Дальневосточный фронт, в котором участвовал наш герой, был сформирован уже в конце августа 1945 года. И, конечно же, пополнялся бойцами и как нового призыва, но и в том числе пополнялся бойцами, которые прошли лечение в госпиталях. Вот интересный тоже момент. Многие бойцы, участвующие в боях против фашистско-немецких захватчиков, то есть в Великой Отечественной войне, получают приказ от командования об участии в боях с японцами. И многие из них с фронтов отправляются в вагонах, теплушках на Дальний Восток. Многие, проезжая из своих дома, конечно же, даже не могли выйти из вагонов, встретиться со своими родными и близкими. Советско-японская война длилась 23 дня. И на линкоре Миссури, Близ Токио, состоялось подписание акта о безоговорочной капитуляции Японии 2 сентября 1945 года. И, конечно, Вторая мировая война закончилась именно этими событиями. Ну, в конце концов, в конце, потом, значит, как вы знаете, в 1945 году кончилась война. Этого дня мы ждали долго-долго, 1418 дней нашей. К сожалению, много и много, миллионы, сейчас последние данные показывают 27 миллионов, не дождались, остались на Западе. Это наша беда, это наше горе. После войны вообще тяжело. Потом была засуха. В 1946 году, в 1947 году, 35 регионов сгорело, все неурожаи. Все восстановить надо было. И люди, когда были не такие, не хватали полуголодных. Не совсем, сейчас, конечно, лучше живут ли. Все узнаются в сравнении, сейчас пределы человеческой потребности, конечно, нет. Добавили, что хочется, а хочется, а я сравниваю, можно жить. И нам тоже можно жить, понимаете, вот ветеранам очень хорошо внимание обращают. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я люблю завод. Я иногда прохожу, понимаете, туда утром, как молодежь, все по-другому. Сейчас другое время, прямо с радостью на работу идти. Тут приятно, понимаете. Такое другое время, куда-то, цеха, все-таки, еще вот тогда совсем была другая обстановка, понимаете, и кадры, понимаете, фронтайвки. Ясно, нам тогда где-то было 280 человек, сейчас, говорят, 26 человек, а всего остались. С Георгием Хасаиновичем мы познакомились в далеком 1962 году. Он пришел на завод в сборочный цех 41 паяльщикам. Была бригада паяльщиков, и он был самым взрослым, потому что уже в возрасте 42-х лет он пришел в участок. Такая задорная бригада шутников. И по отзывам наших ветеранов я вспоминаю, он скромный такой человек, но шутить любил. Всегда такие-то, скажут, шуточки, и все хохочут. А вообще по натуре человек скромный, застенчивый, закрытый, про себя, про свою семью не любил афишировать. Потом, так как был инвалид второй группы, Георгий Хасаинович, его перевели работать прибористом, тоже в этом же цехе. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Как поживаете? Очень хорошо! Ой, люди знакомые, знакомые! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Как у вас сейчас все по-новому, все современно! А ведь и много-много лет назад так же было, похоже. У нас работал прибористом Георгий Хасаинович Хасанов в 41-м цехе, и он приводил, приводил, носил вам приборы на поверху. Да, мы помним ее, конечно. Он у себя в цехе ведет такую регистрацию, какое число, какой прибор, какой номер привез с Волгом на поверху. У вас тоже они так же регистрируются сейчас, да? Да, у нас все точно так же. Вот и хорошо. Ну, ладненько, пошла я. Всем до свидания, хорошего дня, будьте здоровы! До свидания, Семьяна! Моё дело обеспечивать людей приборами. Конечно, тяжеловато тогда, понимаешь? Сейчас, видите, везде механизация, все облегчение, видите, как компьютеры и все. послевоенный период все разрушены, обеспечение завода, понимаете, это надо материал, сырье, давай, давай, тогда, понимаете, обстановка такая была, большие были требования. На каждом приборе этикетка есть, что вот до такого числа он в рабочем состоянии, прибор. Потом нужно метрологию ввести на поверку, вот годен он ли, исправен прибор. И вот это столько приборов на участке регулировки, и он работал и в цехе, там много было приборов. И вот все, он каждый день утром начинается, идет в обход, проверяет приборы, ведет учет, какого числа надо будет ввести этот прибор на поверку. Знакомая я с ним с 2005 года, это тот период, когда мы стали участников войны приглашать на завод. Ну, он человек к себе не подпускал близко, особо близко. Себе боялся рассказывать, может быть, боялся, может быть, просто не хотел. А может, ему было тяжело вспоминать все эти события. Ну, мне вот очень запомнилась ситуация, когда ему было 95 лет, мы пригласили его на завод. В цехе собралась молодая, молодежь вся, молодежь уже, конечно, там ребята такие, которым хотелось узнать, как он до таких лет дожил, какая у него была жизнь, все. И вот он рассказывал, он про войну, он вспоминал очень мало. Так, вскользь, говорит, не о чем говорить. И знать вам этого не надо. Но о том, как он жил, вот как он дожил до таких лет, чем он занимался, вот это он рассказал. Вот он говорил, что я всю жизнь занимался спортом, я танцевал, я на танцы ходил, йогой занимался. Ходит на почту за газетами, километровые прогулки. Я у невестки спросила, а как вы отпускаете, он же не слышит. Она ответила, а вы попробуйте его остановить. Он говорит, ты еще мне будешь учить. Сам, сам. А здесь на заводе, посмотрите праздники. Мне в январе месяце уже спрашивали, так как я работаю, работа у меня по заводу ходячая, скажем так. Тамара Гавриловна, а вы с женихом будете танцевать своим? Юрий Хасаинович придет? Я говорю, конечно будем. И вы знаете, весь, вот здесь вот для доски почета весь завод вышел, наши самодеятельные артисты поют, а мы выходим, танцуем. Был помоложе, лесгинку танцевали, вальс танцевали, а последний год, он говорит, что-то коленки заболели. А я ему шепчу, вставай, вставай, нас ждут, хоть постоим, хоть танком постоим. Сердце не забудет никогда. Он, конечно, сейчас очень переживает, что врачи запретили ему быструю ходьбу. Ему нужно ходить медленно, потому что сердечка уже подводит, бегать не разрешают. Вот он йогой занимался, не разрешают. Он как-то ногу, вот там они у них, за голову как-то закладывал. Запретили все, а мне это так нравилось, он говорит. Ну, поберегите, говорим себя, Георгий Хасаинович, поскольку вы еще нам нужны. Он уже спрашивает, а сколько же участников войны на заводе осталось? Я говорю, вы у нас один. Ничто не дается так дешево, сенится людьми так дорого, как внимание, уважение, в этом отношении, прямо руководство нашего завода и людям, особенно нам, пожилым, фронтовикам, вот обращают внимание. Тоже желаю, всем, без исключения, успехов, благополучия, добра, всем. Если ты делаешь добро, это добро там возвращается вам. Каждый год, наверное, не забывают нас, понимаете, вот собирают и все. Такое огромное внимание. Ну, если не сказать о войне, понимаете, весна, конечно, дарит нам много праздников. Но самым дорогим, самым любимым праздником, конечно, день 9 мая. Всего-то наш праздник празднует, понимаете, более 30 стран мира. В конце концов люди стали, даже понимать, что за праздничное слово 9 мая 1445 года. Конечно. Помните, когда это, понимаете, вы, наверное, знаете, не знаете. А зачем это нам праздник, понимаете? Надо забыть раз навсегда. Нет, мы не можем забыть. Раз бы можем забыть все ужасы, которые мы пережили за это время, я уже говорил. Раз бы мы можем забыть, многие миллионы наших согражданин остались. Раз бы, значит, русские, более 27 миллионов. Понимаете? Мы не знаем, что. Мы не можем погодать. Мне просьба, что это значит, я. Мне кажется, corel, что слабая, там, не кище, не рекомен, не кище, не кище. Субтитры создавал DimaTorzok